Наша страна богата природными ресурсами. Геология главнейший фактор их изучения и эффективного освоения. Именно поэтому президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев взял эту сферу под особый контроль и создает новые основы для ее развития. Глубоко символично, что сегодня глава государства заложил капсулу под строительство кампуса нового университета. Она встреча с учеными, молодыми исследователями, руководителями научных учреждений и представителями производства обсудил важнейшие задачи, стоящие перед отечественной наукой. В Узбекистане последовательно реализуются меры, направленные на наращивание научно-технического потенциала путем активной поддержки инновационной деятельности. Создаются новые механизмы внедрения высокоэффективных наукоемких технологий. Одной из важнейших задач является геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых, на основе которой возможна разработка оптимальных взаимоотношений собственника недр и их пользователей эффективных систем финансирования геолого-разведочных работ. Не зря глава государства уделяет особое внимание геологии и развитию этой отрасли. Логическим продолжением обозначенных задач стала организация Университета геологических наук. И сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Марзиоев посетил научно-исследовательские институты на улице Олемляр города Ташкент. Глава государства ознакомился с проектами строительства Университета геологических наук, дал указания по проведению учебных корпусов и лабораторий, исходя из зарубежного опыта. Оснащение их в соответствии с их спецификой эффективному использованию территорий. Как известно, 2020 год объявлен в нашей стране годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Обозначая цели в этом направлении в своем послании Оли Маджлису, глава государства отметил необходимость определения и развития ежегодно нескольких приоритетных отраслей науки. Так, в нынешнем году будут активизированы фундаментальные и прикладные исследования в области математики, химии и биологии. Геологии созданы все условия для ученых. Наша страна богата природными ресурсами. Геология – главнейший фактор их изучения и эффективного освоения. Именно поэтому президент нашей страны взял эту сферу под особый контроль и создает новые основы для ее развития. Здесь глава государства побеседовал с сотрудниками научно-исследовательских институтов, учеными и молодыми исследователями. Одно время геология в Узбекистане была одной из самых развитых, конкурентоспособных отраслей науки. Даже приезжали из-за рубежа, чтобы учиться у наших геологов. Но последние 30 лет данная сфера осталась без внимания. Мы утратили потенциалы развития, ученые потеряли мотивацию, а новое поколение специалистов так и не сформировалось. А ведь геологические исследования необходимы для всех отраслей экономики. Сегодня мы закладываем фундамент для научно-образовательного учреждения, что ускорит развитие сферы, сказал Шавкат Марзиоев. В настоящее время научно-исследовательской работой в данной области занимаются 4 учреждения при Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам, Институты геологии, геофизики, гидрогеологии и инженерной геологии, минеральных ресурсов, геологии и разведке нефтегазовых месторождений. По инициативе главы государства планируется создать на базе этих институтов современный университет, который станет единым комплексом. Президент Шавкат Марзиоев заложил капсулу под строительство кампуса нового университета. Данное заведение будет представлять собой научно-образовательный кластер, материально-техническая база и научный потенциал четырех институтов будет объединен. Учреждения получат самое передовое оборудование, будут организованы образовательные программы совместно с Санкт-Петербургским горным университетом, другими престижными вузами и исследовательскими центрами мира. Длительный период времени был небольшой застой, но вот глава государства уделяет внимание нам, геологам. Теперь мы должны это все не только возобновить, но и на шаг, на голову выше стать. Сегодня для нас, геологов, всего геологического сообщества Республики Узбекистан совершилось большое событие. Был заложен фундамент строительства института, где будут объединены все научные сообщества, в том числе и подготовка кадров в вузах, также и научно-исследовательские институты будут здесь объединены. Это, конечно, для нас, геологов, очень важно, так как сам глава государства уделяет внимание на развитие всех отраслей экономики, в том числе и геологической отрасли, все, что сегодня здесь происходит, несомненно, даст свои плоды в ближайшем будущем. Будут открыты новые перспективные площади, новые месторождения, что, в свою очередь, послужит развитию экономики нашей страны. Нам, как будущим ученым, следует открывать нетрадиционные ловушки, например, нефти и газа, рассматривать террогенную юру, рассматривать отложения палеозоя. Создание данного университета позволит нам повышать уровень знаний будущих специалистов. Мы увеличим количество докторов науки по геологам и минералогическим наукам. Форсированный рост науки в стране сегодня в числе важнейших трендов. И самый наглядный пример тому объявление по инициативе президента 2020 года годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Глава государства, как говорится, зрит в корень, обозначает имеющиеся в сфере проблемы и действенные точки роста, определяет четкие механизмы поддержки научно-исследовательской деятельности. В стране создаются новые профильные структуры, открываются новые направления. И этот диалог президента открыт и конструктивный здесь, в Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам. С учеными, академиками, молодыми научными кадрами, руководителями НИИ и крупных производственных предприятий, с которыми наука должна быть в тесной кооперации, стал событием особого значения. Говорил глава государства в эти минуты о том, что с целью динамичного развития сферы был принят профильный закон. Для эффективного его притворения в жизнь, создания действенной платформы, организован Республиканский совет по науке и технологиям. В результате системных мер, отметил президент, число научных организаций Академии наук и ее институтов увеличилось с 20 до 35. После долгого перерыва было избрано 32 новых члена Академии наук. Организована деятельность Министерства инновационного развития, целого ряда инновационных центров, научных кластеров и технопарков. Объемы финансирования науки в 2020 году превысили 1 триллион сумм, отметил президент. То есть за последние три года, прозвучало на встрече, финансирование сферы увеличилось в 4 раза. А с целью материального стимулирования научных работников, их заработная плата увеличилась в 3 раза. Отдельные надбавки введены для докторов наук и кандидатов. Более того, отметил руководитель страны, с текущего года организация системы Академии наук финансируется напрямую из государственного бюджета. На встрече президент Шавкат Мирзиёев особо отметил, что работа по материальной и моральной поддержке представителей научного сообщества будет и дальше активно продолжена. Теперь наши ученые, отметил лидер страны, должны в полной мере осознать свою ответственность, работать активно, своими практическими научными результатами вносить вклад в качественный рост различных научных направлений. И авторитетные академики, сказал президент, и делающие только первые шаги на научном поприще молодые ученые, должны работать с особой самоотдачей на конкретный результат. Глава государства на встрече детально остановился на актуальных вопросах. Обозначил приоритеты развития таких важных направлений науки, как математика, химия, биология, геология. Важнейшее направление, сказал президент, это математика. В стране действуют авторитетные научные школы по функциональному анализу и дифференциальным уравнениям, теории вероятности и алгебре. Заслуживает особого внимания, сказал президент, что семь ученых математиков Узбекистана являются членами Всемирной академии наук. Реализуются совместные научные проекты с ведущими научными учреждениями Бонна, Кембриджа, Парижа, Сеула. Для вывода науки на новый уровень в студенческом городке для Института математики и Академии наук строится новое, отвечающее самым современным мировым стандартам здания. Глава государства подчеркнул, для дальнейшего развития сферы важно организовать в Кыркал-Пакстане, Ургенче, Самарканде и на Мангане отделение Института математики. А для создания мощного фундамента цифровой экономики, еще более тесной взаимосвязи научных исследований с практикой, руководитель страны обозначил целый ряд актуальных задач. Это повышение интереса молодежи к математической науке на всех этапах образования. Для этого прозвучало необходимо вести селекцию среди талантливых ребят в школах с направлением их в специализированные учебные заведения и вузы. Важно прозвучало создать учебники нового поколения и методические пособия, формировать математические знания с детского сада, проводить среди учащихся студентов, преподавателей на протяжении года специальные конкурсы, стимулирующие изучение науки, повысить престиж Олимпиад по математике. Важно, сказал президент, открыть в каждом районном центре специализированные школы по изучению математики и повысить на качественно новый уровень преподавания данного предмета. А для этого внедрить национальную сертификационную систему оценки знаний. В числе приоритетов также формирование нового поколения научных и педагогических кадров в области математики, повышение авторитета национальной математической науки в мировом масштабе. С этой целью важно прозвучало приглашать на проводимые в стране международные научные математические конференции ведущих зарубежных ученых и направлять на организуемые за границей научные форумы и стажировки каждый год 100 ученых за счет государственного бюджета и средств фонда «Эль-Юрт-Умедэ». Главным критерием отбора кандидатов прозвучало должны стать патриотизм, преданность отечественной науке, широкое мировоззрение. Главу государства также дано поручение разработать медиаплан по активному разъяснению среди общественности в махалях, школах, вузах задач приоритетного развития математики, химии, биологии, геологии. Для реализации всех обозначенных целевых ориентиров отметил президент важно сформировать целостную систему взаимодействия школ, вузов и научных учреждений. Второе приоритетное направление отмечено на встрече – это развитие химической науки. В данной области действуют четыре научно-исследовательских учреждения, ведут деятельность свыше 250 научных работников. На основе изыскания организуется производство новых удобрений, дефолиантов, стимуляторов роста. Но этого мало, уверен президент. Ученые не в полной мере используют потенциал и возможности производства, а предприятия – достижение науки и техники. В числе приоритетных задач подчеркнул глава государства совершенствование преподавания в учебных заведениях химии и биологии. Важно отмечено на встрече создавать все необходимые условия для проведения научных исследований в данном направлении. Повысить эффективность внедрения научных разработок на предприятиях. Создавать на крупных мощностях систем Узким Йосонаат и Узбекнефтегаз, имеющих современную инфраструктуру, опытно-производственные лаборатории. А Министерство инновационного развития должно обеспечить них усиление интеграции науки и производства. Обозначены президентом конкретные задачи по повышению эффективности использования минеральных ресурсов, созданию новых направлений, к примеру, химии, угля и технологий и научно-опытных лабораторий. Подчеркнул глава государства важность организации национальной сети лабораторий в области новых композитных материалов и инновационных химических технологий, их использования для дальнейшего развития отрасли строительных материалов. В текущем году, сказал президент, мы должны уделить особое внимание научным исследованиям в сфере биологии. Это, по мнению лидера страны, создаст фундаментальную и технологическую основу развития фармацевтики, сельского хозяйства, медицины, пищевой промышленности. И по данному направлению глава государства обозначил предстоящие задачи. Как отмечают эксперты, к 2025 году мировой рынок биотехнологий составит 2 триллиона долларов. Огромный потенциал в этом направлении есть и у узбекских ученых. Потому президентам дано поручение по комплексному развитию агро- и биотехнологий. Таких перспективных направлений, как фудомикс, биомедицина и фарм-биотехнологии. К примеру, фудомикс прозвучала эта новая наука, занимающаяся изучением состава пищи. Технологии, применяемых для ее получения и их влияния на организм и здоровье человека. Мы подчеркнули, президент, должны уделить особое внимание здоровому образу жизни и здоровому питанию. Именно в этом направлении прозвучало развиваются современные науки. Экосистема, животные, растительный мир Узбекистана отличаются богатством и разнообразием. А потому и этот вопрос будет в центре внимания. Так, по предложению президента, институт ботаники начнет работу на территории ботанического сада. Для укрепления его материально-технической базы будут задействованы все ресурсы. В числе приоритетов в сфере биологии также широкое внедрение в процесс научных изысканий достижений цифровых информационных технологий. Важно развивать практику использования в медицине и фармацевтике ДНК технологий генетического анализа новых биоматериалов и биополимеров. А с целью расширения международного научно-технического взаимодействия необходимо эффективно использовать платформу Международной недели инновационных идей и Новик. А еще провести в нынешнем году международный симпозиум по проблемам и перспективам биоорганической химии, молекулярной биологии и биотехнологии с привлечением ведущих мировых ученых и академиков. Следующее направление, на котором сосредоточил внимание президент, геология. В стране насчитывается более 2000 месторождений полезных ископаемых свыше 70 видов. Задача современного этапа – изучение более глубоких геологических слоев, освоение месторождений сложного состава, внедрение современных методов и инновационных технологий. Так какие акценты развития сферы расставил президент? Это организация системной научно-исследовательской работы в сфере геологии и пересмотр системы подготовки кадров. В важном структуре Госкомгеологии на базе четырех профильных НИИ прозвучало организовать единый образовательный и научный кластер. Сегодня, сказал президент, мы начали строительство нового университета. По мнению руководителя страны, для развития сферы необходимо привлекать ведущих зарубежных специалистов, так же, как и в создаваемое новое образовательное учреждение, расширять партнерские связи с авторитетными зарубежными вузами. В числе перспективных задач геологии с целью расширения научных исследований, активизация фундаментальных, практических и инновационных изысканий. Для этого, уверен президент, важно привлекать не только государственные целевые гранты, но и зарубежные. Кроме того, необходимо будет обучать в новом университете методом дистанционного зондирования Земли на основе космической съемки и в дальнейшем широко внедрять их в практику. В конечном итоге это позволит повысить эффективность прогнозирования новых месторождений. Кроме того, подчеркнул лидер страны, необходимо разрабатывать и широко внедрять в промышленность технологии по получению из сложных подсоставу руд, в том числе техногенных, металлов. Для этого важно объединить потенциал геологии и горно-металлургических кабинатов. С этой целью до конца 2020 года должна быть создана при участии НГМК и АГМК современнейшая лаборатория геоинновационных технологий. Кроме того, для динамичного роста важно активно привлекать в сферу инвестиции, в первую очередь прямые иностранные. Широко внедрять в отрасль геологических изысканий информационной технологии, перейти к цифровой геологии. Конечно, сказал президент, результаты реформ в сферах математики, химии, биологии, геологии мы увидим в последующие годы. Потому так важно обозначить комплекс мер по подготовке молодых кадров, широкому внедрению научных изысканий в практику. А для этого прозвучало важно кардинально улучшить методику преподавания математики, химии, биологии в школах. Посредством создания современнейших лабораторий, оснащенных лучшим оборудованием, обеспечить расширение объемов научных исследований, последовательно расширять партнерство ученых и производств, активно поддерживать перспективные проекты. За каждым направлением развития руководителям страны были закреплены ответственные исполнители. В числе обозначенных президентом целевых ориентиров также подготовка концепции развития научной сферы, рассчитанной до 2030 года, принятие закона об инновационной деятельности, широкое внедрение системы финансирования научных исследований со стороны частного сектора, создание специального венчурного фонда, системная поддержка молодых исследователей. Выступившие на встрече академики, ученые, преподаватели, представители общественности подчеркнули, что озвученные главой государства актуальные инициативы в унисон идеи года развития науки, просвещения и цифровой экономики обеспечат качественный рывок вперед обозначенных сфер, придадут мощный импульс инновационному развитию страны. Прозвучали и предложения относительно механизмов реализации обозначенных задач. Наш народ, сказал президент, по итогам года, конечно же, даст свою оценку реализации задач по всем четырем направлениям. Настало время конкретных дел и конкретных результатов за счет мер, поддержки и фактора персональной ответственности, подчеркнул глава государства. Закрепленные за каждым научным учреждением ответственные структуры и руководители должны укреплять материально-техническую базу, работать и по другим перспективным направлениям роста. Так, чтобы превратить научные учреждения в настоящие фабрики проектов. А все это в конечном итоге обеспечит экономический рост и динамичное развитие страны. Сегодня во время встречи с уважаемым президентом были озвучены очень важные моменты, в том числе поддержка развития науки, в частности геологической науки. Большое внимание уделяется развитию геологии, так как долгое время не обращалось должного внимания нашей отрасли. В ближайшем будущем президентам было озвучено, что будет построен специальный университет геонаук, где будут созданы все условия для работы ученых и студентов. Особенно радует то, что в этом кампусе будет создан современный инструментальный центр, где наши ученые и студенты будут иметь возможность проводить исследования на высочайшем международном уровне. Сегодняшняя встреча была посвящена развитию интеграции между академической наукой и производством. Как нам известно, в течение последних лет результаты фундаментальных исследований оказались невостребованными и они не были реализованы в производственную практику. С этой встречи нами были приняты вооружения, применение новых методов научных исследований. Прежде всего, цифровизация научных исследований в области биологического разнообразия, создание государственного кадастра, особенно цифрового кадастра, введение государственного мониторинга с применением цифровых технологий, введение Красной книги Республики Узбекистан и внедрение результатов этих исследований в производственную практику с созданием единой централизованной национальной информационной базы данных по растительному разнообразию Узбекистана. Инициатива, с которой я выступил, это была поддержка исследований в области органической химии. И одной из проблем в этом направлении были отсутствия необходимых инструментов в местных лабораториях. И президент дал полную поддержку для оснащения лабораторий этими инструментами, что, в принципе, определяет успех любых научных исследований. Сегодня наш президент провел навстречу с академиками. Это, я думаю, будет очень резкий поворот в науке. Наш президент дал толчок новому развитию нашей науки. Я думаю, это будет огромный прорыв в геологии, это будет огромный шаг. Новая страница нашей отрасли, это будет как бы страница чистого листа.